Родители пришли в детский сад за мной, а мне нет. И даже бандиты нам платили. А Сергей Михайлович сказал, что я хочу прокатиться на троллейбусе. Люди сами не соберутся никогда. И у меня чуть-чуть хватило духу Александру Леонидовичу отказать. Предприниматель, тренер, коуч, спитер. Это атака на Аяза, на Блиновскую, на Лерчика. Я даже ради интереса покупал марафон Блиновской. Потому что мозг работает с оперативной памятью с тем участком. Всем привет, это Василий Ипанчинцев. Мы решили начать серию разговоров о важном с интересными людьми. И первым нашим гостем стал политтехнолог, менеджер, советник, бизнес-коуч. Просто хороший человек Максим Александрович Ростов. Здравствуй, Максим Александрович. Привет, Ася. Мы не будем изображать, что мы на «вы». Мы на «ты» уже много лет знакомы. Поэтому я просто хотел позвать тебя поговорить о жизни, о профессии, очень нелегкой профессии. И человек ты многосторонний, развит в совершенно разных областях. Давай вспомним. Я всегда у гостей спрашиваю первое воспоминание из детства. Где ты рос, в какой атмосфере? И как начиналось становление такого замечательного человека, как Максим Ростов? Ох, вопрос ты задал. Слушай, ну на самом деле, прям первого воспоминания я не совсем помню. Но вот сейчас всплывает, знаешь, такая история интересная. В общем, один раз родители пришли в детский сад за мной, а меня нет. И значит, там все в ужасе бегают воспитатели. Нету Максима. Побежали там спрашивать у прохожих, где видели мальчика. Три года. А я помню, я захотел водички попить. А что-то мне в садике воспитатель сказал, что, слушай, ну как бы... Вот все дети сидят спокойно, и ты сиди спокойно. В общем, бунтарь, понял, с детства. И я ушел по дороге, я помнил, где мы живем. И я пешком пошел водички попить в три года. Там родители посидели. Они мне рассказывали. Я сам не помню, это с рассказов. Слушай, я вообще всегда был активный. Ну вот со школы, я помню, это как раз были 90-е годы. Ну, всегда коллективы, значит, там дискотеки, там диджейл, там кассеты еще, я помню, были. Всегда делали дискотеки. Вот ты с друзьями делаешь дискотеку. Это уже был какой-то бизнес, вход был платный. Нет, слушай. Может быть, директор был в доле. Нет, слушай, но до нас, я знаю, что старшеклассникам не разрешали делать дискотеку. Как-то, ну, я был не один, мы с ребятами, но мы как-то уговорили и директора, и завуча, нам разрешили. То есть, мы как-то контролили, чтобы там молодежь не выпивала, чтобы не было драк. И мы это как-то обеспечивали. Ну, вы ставили кассеты, сами не играли. Бенда такого не было. Слушай, по-моему, тогда это было только на Западе. Я не знаю, мы еще не знали, что такое пластинки. Нет, кассетник, провод, усилитель, там какая-то колонка. Что ставили? Ласковый май? Мираж? Нет, там всякие, там, помнишь, там, Е-Тайп, Доктор Албан, вот эта вся история, да, я как сейчас помню. Кассеты, там, что там, сборник, Союз-17, там, что... Эмси Хаммер. Эмси Хаммер, там, да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, Ласковый май обязательно. Под Ласковый май, я помню, мы ездили, я, кстати, был в драм-кружке, не помню, это класс, наверное, там, шестой, седьмой. И мы даже с гастролями ездили, вот мы там, Ласковый май, под гитару, в поезде с девчонками. То есть, Максим Ростов был участником какого-то состава Ласкового май? Ну, такого, да. Купейного, купейного состава, девчонок кадрили, Первая любовь, все дела. Кстати, мы, вот у меня тогда был опыт такой хороший выступать, оказывается, не так просто, потому что софиты светят, сцена, реальные залы под нас собирали. Мы, вот, молодые ребята, не помню, что ставили, какая была постановка, но, в общем, такой опыт был. И мы гастролировали хорошо, это вот последние годы, перед тем, как развалился, там, Советский Союз, Комсомол, вот эта вся история. И вот мы еще успели поездить, я помню, на теплоходе Волгоград у нас были гастроли, на поезде мы ездили, там, Старая Руса, вот это вот, Золотое Кольцо. Слушай, интересное было время, но, в общем, всегда в тусовке. Молодежная организация была, вот, кстати, у нас потом мы как-то вот из молодежной организации и зацепились, и вот пошли в политтехнологии, и в бизнес. То есть, вот, когда все развалилось, нашлись у нас ребята, я сам с города Волгодонска, Ростовской области, которые поняли, что молодежь осталась, никому не нужна. И вот они как-то ее подсобрали, сделали молодежную организацию поколения. Спорт. Спорт. Забыл, как игра у нас уже называлась, типа КВНа, мы в игру играли, в общем-то, у нас какие-то там, слушай, мы помогали социально, значит, нуждающимся людям. У нас были субботники, мы там высаживали деревья, то есть, мы такие были. Вот, знаешь, как-то мир разделился, тогда вот был этот рэкет, наркоманы там все, и мы, знаешь, такие какие-то там... Правильные ребята. Какие-то правильные ребята, да, и иногда нам за это влетало очень сильно, но я вот сейчас по истечении времени очень рад, что я в эту попал часть, знаешь, как бы... Это Юг, это Ростов-Папа рядом, это бандосы, конечно, многие мечтали быть бандитами из того поколения, как тебе удалось, вот, за счет того, что ты организовался, был каким-то лидером в своей компании, ну, ты же все равно вряд ли уже связывал свою жизнь с комсомолом. Поздний совок уже, никто, наверное, не хотел строить партийную карьеру. Да нет, конечно, слушай, тогда как раз вот эта яма была, и все мечтали, там, Запад, это хорошо, Америка, там, вот это вот... Торговать Кока-Колой. Торговать Кока-Колой, да, жвачка, вот эта вся история. Слушай, я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, как меня туда не занесло, не знаю, может, воспитание родителей, там, вот, хотя могу сказать, меня очень лояльно воспитывали родители, разрешали мне, вот, креативить, творческий, там, я делал... У тебя с детства была свобода выбора? Свобода выбора была, мне разрешали ошибаться, я там много ошибок делал, меня никогда родители не ругали, всегда в моих начинаниях поддерживали. Ну, вот, как мне кажется, это вот, надо сказать спасибо ребятам, вот, которые нас собрали, вот, молодежную организацию, и мы, видимо, они нас там вовлекли, вот, в эту положительную работу, но, кстати, могу сказать, что с бандитами тоже мне пришлось пообщаться очень вплотную. Значит, вот, наши эти ребята поняли, что молодежная организация, молодежная организация, надо как-то денег зарабатывать. И, ну, потому что надо молодежной организации делать мероприятия, надо какие-то там на КВН призы, там, ну, в любом случае, любое мероприятие, это какие-то затраты, где брать денег, да? Тогда денег у государства не было, у мэрии не было, тогда вообще пропасть людям зарплаты не платили тут. И, значит, как-то там, ну, было пустое помещение во дворце культуры «Октябрь», у нас в городе Волгодонске, и у нас ребята старшие взяли, значит, под кафе. И мы вот там, молодежь, работали, там, кто официантом, кто-то что-то, я быстро дорос до, ну, типа, а-ля директора, ну, тогда официально это никак не оформлялось, ну, типа, я там такой был, уже там старшой, но что такое бандосы? Бандосы приходили там ели и платить не хотели, а, значит, там, мне надо было перед моими старшими отчитываться, значит, где выручка, почему там чек не оплачен, там, на что нам там купить на кухню, там, затарку, да? И мне вот с бандосами приходилось решать вопросы, чтобы они и ели, и платили, и по морде не получать. И я хочу сказать, у меня это получалось, то есть, меня за это и ценили, вот, это вот, наверное, мой первый такой опыт, понимаешь, коммуникации с людьми, изучение психологического поведения, значит, как налаживать коммуникацию, то есть, у нас достаточно модное было кафе, всегда битком, и даже бандиты нам платили, хотя мы не были бандитами. Как политика пришла в твою жизнь, первые выборы, кто захотел избраться? Мы знаем, как это обычно происходит, приходят к КВНщикам, еще не было профессии политтехнолог как таковой, и многие КВНщики пошли в рекламу, в политтехнологии. Кого предложили избрать, стать депутатом? Те, кто работал с вами, или это вчерашние бандиты захотели во власть попасть? Слушай, вот эта вся наша молодежная организация, она нуждалась в какой-то государственной поддержке. То есть, нам надо было какое-то помещение, надо было нам где-то там разрешить мероприятие провести на площади, и мы так или иначе все время ходили в мэрию. Ну, могу сказать, что нам не очень шли навстречу, потому что, говорят, ребят, ну, как бы не то время, как бы тут выживать нужно, да, вы тут, значит, со своими какими-то общественно-массовыми мероприятиями. И вот как раз у нас у старшего молодежной организации, у Олега Пахалкова, значит, возникла идея избраться в депутаты для того, чтобы легче было решать вот как раз-таки наши молодежные вопросы. Это городской уровень, это депутат городского города Волгодонска. Вот, и там у нас еще был Виктор Гореликов, и вот мы, значит, решили их выбрать, пришел выборный период, и мы начали штудировать книжки, изучать технологии, значит, библиотеки и все прочее, как нам избираться. Что это были за книжки? Слушай, разные были. Переводные? Переводные, западные, да, нашего толком ничего не было, значит, Ленина читали, Карла Маркса там и всего прочего, и как потом мы выяснили со временем, что Ленин, оказывается, был шикарнейший политтехнолог, то есть, и вот эти все заветы, декреты и все прочее, это просто молодец, да, и где-то там и Котлера находили там, вот, ну, в общем, у нас получилось. Мы выбрали, значит, нашего товарища, и, кстати, нам это помогло в решении наших там молодежных вопросов, и молодежная организация крепла, росла, но так как мы выиграли, и, конечно же, и все другие элементы, и предприниматели, и бандитствующие, значит, как их в свое время называли, организованная спортивность, они тоже захотели избираться, и так как им некогда было ходить по библиотекам и читать, они стали, значит, к нам обращаться. И вот так где-то с 97-го года, я помню, первый выбор, про который я говорил, 97-й год, и вот так мы потихоньку, потихоньку, потихоньку стали развиваться в этой истории, и стали такой достаточно к 2000-м годам известной, значит, пиар-команды в Ростовской области. Ну, и, конечно, потом нам стало уже тесновато, нас стали замечать уже там на другие регионы, на соседние, и так со временем мы выросли до команды технологов Российской Федерации. Ну, первые крупные выборы какие? Это региональный парламент, это Свердловская область, Волгоград, выборы мэра. Ну, нет, ну, мы избирали и ЗАГС собрания Ростовской области, и был у нас, ну, наверное, самые такие мощные по накалу и, наверное, по бюджету выборы, наверное, это мэр города Волгограда. Это, дай бог памяти, по-моему, 2005 год, или 2007, я уже не помню, если честно. Ну, слушай, там и бюджеты были прям мощные, прям очень мощные, прям очень мощные. Есть великие омские мифы в любом регионе, и вот я слышал такую историю, ты мне подтверди или нет, что Сергей Михайлович Миронов, лидер «Справедливой России» за правду, он заметил вашу команду, или уже тогда как-то он с вами взаимодействовал в Волгограде, каждый кондуктор в автобусе и троллейбусе был заряжен, был подготовлен, что говорить, если Сергей Михайлович Миронов вдруг, не дай бог, зайдет в автобус, начнет спрашивать про зарплату, про обстановку в городе, и якобы вы этим занимались, вы подготовили всех кондукторов в Волгограде. Ну, и да, и у нас так получилось, что когда мы занимались выборами в Волгограде, Сергей Михайлович, как лидер Совета Федерации, приезжал в Волгоград с официальным визитом, он был охраняемое лицо, и, конечно же, мы организационно там участвовали. И, значит, ну, я не думаю, что я открою большого секрета нашим слушателям, что... Визиты готовятся. Визиты готовятся, и все встречи, которые якобы спонтанные, какой-то важный человек вышел, сел в троллейбус или вышел к толпе людей... В первую очередь, это вопрос безопасности. Это вопрос безопасности, да, и, значит, поэтому Сергей Михайлович сказал, я хочу прокатиться на троллейбусе. Значит, ну, понятно, в организации этого мероприятия участвуют и силовые структуры, там, и ФСО, и ФСБ, и мы стали решать организационно, как эту задачу решить, потому что мы по таймингу не знали, в какой точно момент Сергей Михайлович захочет зайти в троллейбус. Троллейбус, он с рогами, он по проводам, он не может где-то стоять, ждать, и мы не можем остановить весь город. Поэтому у нас стоял специальный троллейбус со снятыми рогами. Значит, конечно же, в троллейбусе были все бывшие, нынешние родственники всех сотрудников спецслужб. Все были проверены, конечно же, там, значит, на свою историю. Сдали анализы и флюорографию. Да, 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 по всем медицинским показателям, и полный троллейбус разного формата, людей разного возраста, пола, конечно же, да, и Сергей Михайлович туда зашел. А вы людям дали скрипты? Слушай, все были обучены, скрипты, разные варианты ответов. Сколько скриптов было? Ой, я уже не помню, Вась, но это было забавно, но самое интересное, что получилось. Давай назовем вот то, что ты вспоминаешь, топ-3, топ-5 компаний до Омска, которыми ты занимался, которыми гордишься, победы, может быть, там, не самые ожиданные результаты, которые были. Чем ты гордишься? Вот топ-3, топ-5 компаний технолога Ростова до Омска. Слушай, ну, на самом деле, выборов было очень много, но такие запоминающиеся, интересные, это вот город Волгоград. Могу сказать, значит, следом за Волгоградом был город Волжский, и там был непотопляемый единоросс-мэр. В Волгограде какой был результат на выборах мэра? Слушай, в Волгограде так получилось, что нашего кандидата, значит, сняли с кампании под давлением уголовного дела, и, значит, он мэром не стал, но... Но шороху выновили. Он по всем социологиям, он выигрывал, то есть его реально там арестовали прям за день до голосования, там такая сложная история, в интернете можно посмотреть, но там рейтинг высочайший у него был, то есть мы там шли с большим отрывом, но единороссы не могли себе позволить, значит, еще в те времена от эсеров кандидат с таким результатом. Потерять город, герой Волгограда. Да, но зато мы на следующий сезон выбрали нашего клиента в Государственную Думу, и он потом возглавлял избирательный штаб «Справедливая Россия» Олег Михеев, и, значит, был руководителем аппарата, центрального аппарата партии. И вот мы под руководством Олега Михеева в городе Волжском навели шороха такого же, как в Волгограде, но не дали отобрать победу. То есть мы выбрали мэра с правороса, женщину, и выбрали, значит, квалифицированное большинство в городской совет города Волжского. Вот этой компанией я горжусь. И топ-3, ну, слушай, ну, конечно же, Екатеринбург, мы там 27% в «Справедливой России» делали. Это городская дума или ЗАГСО? Ой, слушай, я уже не помню, там они подряд шли, там 9-й год, 10-й, 11-й. Там у них такая еще история, у них там двухпалатный парламент. Я уже там запутался в этих выборах со временем. Ну, 27% я помню, то есть мы там... Это было уже ваше взаимодействие с Александром Леонидовичем Бурковым? Да, это мы уже с Бурковым. И потом Александр Леонидович возглавлял, значит... Партийный. Партийный выборный штаб. Мы выборами занимались по всей стране. Ну, и так вот мы докатились, конечно, до Омска. Ты сказал очень важную вещь. Многие думают, что самое главное – это победить на выборах. Но важнее бывает не победить, но и отстоять победу. Вот как вы сделали в Волжском. Вы отстояли победу? Легитимизировали результат достигнутый? Вот это очень важно. Слушай, на самом деле в политтехнологиях очень много важных факторов. То есть это и работа с кандидатом, потому что у него включается синдром кандидата. И он начинает за все переживать, он начинает нервничать, и он сильно сдает по энергетике. И даже это может сломать всю работу. Это и, конечно, выстроенные технологии, и коммуникации между отделами. Потому что ну что такое большие выборы? Это большой завод, фабрика, понимаешь? У тебя здесь пиар, здесь рубится контент, здесь кто-то организовывает встречи. Здесь кто-то работает над имиджем кандидата. Полевая работа. Полевая работа. То есть это такой большой спрут, это большая такая организованная работа. И, конечно, каждый винтик важен. И, конечно же, большая работа идет по легометизации самих выборов. И в Волжском нам же пришлось и людей выводить на улицу. И у нас люди двое суток стояли. И приехало пол Москвы депутатов Государственной Думы. Стояли на урнах, в избирательных комиссиях, везде держали результат. То есть это реально такая была битва на грани. Вы вывели людей. Сейчас, конечно, это звучит как нечто невероятное. Потому что времена были немного другие. Немного другие. Сколько было идейных среди тех, кто выходил искренне за вашего кандидата, за справедливый, за этот результат достигнутый командой? Слушай, я могу точно сказать, не буду кривить душой, любые организованные какие-то выходы людей, это все организовано. Люди никогда сами не соберутся. Их надо простимулировать. Людей по-любому организовывают. Должен быть организатор, кто-то должен разослать сообщения, отдать вводные скрипты, место сбора. Люди сами не соберутся никогда. Поэтому любой сбор, когда нам сейчас по телевизору показывают, всякие цветные революции, люди сами никогда не соберутся. Никогда. В октябре 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора Омской области был назначен Александр Леонидович Бурков. Тебя в Омск когда пригласили, на каком этапе? И какие были первые мысли? Все-таки ты занимаешься федеральными выборами, ты в штабе третьей партии, третьей политической силы страны, в Сибирь, в Омск ехать. Депрессивный город. Зачем тебе все это было? Семью перевозить? Слушай, здесь вообще у тебя такой вопрос. Он глубинный. Вот смотри, в любом случае выборы, они раньше готовили за два года, потом за полтора, потом за год, потом за полгода. То есть, сроки сокращаются. Но в любом случае у тебя между выборами, тебе нужно чем-то заниматься. Поэтому, так как политтехнология, значит, такой эксклюзивный набор ценностей, он как бы на самом деле недешево стоит. Поэтому у нас были возможности в эти свободные времена не просто отдыхать, поехать в теплые края отдыхать. Мы понимали, что нужно куда-то вкладывать. То есть, мы занимались предпринимательством, открывали, развивали. У нас был крупнейший издательский дом в Южном федеральном округе. Мы выпускали газеты, продавали рекламу. Мы открывали агентство недвижимости, туристические компании. То есть, у нас кафе у нас было. То есть, я вот занимался, значит, и предпринимательством, и политтехнологиями. И на самом деле Бурков для меня, ну, как бы он был... Мы с ним работали проектно. То есть, вот поэтому... Ну, один из клиентов. Да, мы там в ЕКБ отработали и разъехались. Я поехал заниматься своими делами, он там заниматься своими. Ну, понятно, мы были в ближнем кругу, когда нужно было решать какие-то политические задачи. Там поступали звонки, заказы, мы ехали, работали. Да, поэтому я в то время жил в Волгограде. Развивал газету, агентство недвижимости. Ещё там был у нас интересный рекламный проект. Реклама в лифтах и реклама на чеках кассовых. Классная тема, кстати, интересная. И в этот момент Александра Леонидовича, значит, назначают. И да, я сижу на диване, поступает звонок. Максим, не хочешь ли? Что меня заинтересовало? Я никогда не был с этой стороны баррикад, со стороны исполнительной власти. Меня заинтересовало поработать, получить опыт здесь, с этой стороны. Я люблю новые вызовы. И поэтому, ну, я не знаю, и у меня что-то не хватило духу Александру Леонидовичу отказать как-то. Он умеет убеждать. Да, и когда личный звонок, там, понимаешь, не через кого-то. Да, и... Причём у меня было так. Максим, ты завтра нужен на совещании. В Омске уже. В Омске уже, да. У меня тут жена, бегает ребёнок. И как бы я в смысле... Семья долго сомневалась? Ты быстро убедил? Нет, семья не сомневалась. Семья меня всегда поддерживает. И у меня супруга привыкла, что я вечный командировочный. Поэтому для неё это не стало какой-то... Ну, такой прям очень-очень тревожной новостью. Нет, нормально. Когда ты начал сбор информации про Омск, не схватился ли ты за голову? Слушай, а если честно, схватился. Потому что первое, вбиваешь Омск и сразу не пытайся покинуть. Вот эта вся история, негатив. Да. Страшновато. Я думаю, боже мой, куда мы едем? Филиал Ада на земле. Я думаю, что за регион такой? Не знаю, если честно. Поднапрягся. Поднапрягся. Ну, я как бы боец по жизни. Думаю, ну, поедем, поработаем. Но я могу сказать, когда я в Москве на Гете стоял и заходил в самолет, слушай, я увидел прекрасных людей, улыбающихся, модно одетых. Я не увидел ни одного пьяного человека. Все светлые, все. И такие, знаешь, по московским модном прикиде, все там яркие, красные, желтые. Слушай, я прям удивился, реально. Как бы я понял, если люди такие, значит, все в Омске в порядке. Ну, ты увидел своим опытным взглядом потенциал, который есть у Омска. И ты, как специалист, должен был помочь раскрыть его. Опять же, вы приехали, начали с чего? До условно-губернаторских выборов был год, а прежде были еще президентские выборы весной 2018 года. Да. И вдобавок, ты не просто занимался выборами, ты же зашел в агентство развития инвестиций, на бизнес-проекты, на приключения инвестиций. Расскажи вот про этот компонент работы. Ну, слушай, ну, работали с инвесторами, выясняли вопрос, какие слабые места, дорабатывали нормативные акты. Ты начал делать форумы, ты стал выступать как бизнес-тренер. Зачем успешному технологу быть тренером, коучем? Ну, слушай, такая история, значит, тренером я стал еще до приезда в Умск, потому что... Ну, у тебя, видимо, было мало нагрузки. Агентство недвижимости, кафе, медиабизнес, реклама. Тебе стало скучно, еще семья, и ты решил еще... Слушай, на самом деле у нас в информационном пространстве немножко извращенное мнение про тренерство, про коучи. И все прочее. То есть, на самом деле, ну, давай так вот, чтобы просто объяснить, ты где-нибудь знаешь спортивную команду без тренера? Нет. То есть, вот мы привыкли, мы люди живем без тренера. Значит, бизнесы работают без тренера. А почему есть тренер в спортивных командах? Никто не задумывался. Так вот, об этом когда-то задумались, к сожалению, впервые на Западе. Ну, потому что у них там рыночная экономика гораздо раньше, чем у нас в стране развивалась. И они там стали обращать внимание, что почему у спортивных команд есть успехи. Как они меняют тренера. По-английски это коучи. У них там команда взлетает. Подожди, а если в бизнесе так делать? Понимаешь? И они стали изучать, значит, что делает коуч, тренер и стали это применять в бизнесе. Вот. И у бизнесов стали расти результаты. Потому что коуч – это человек, который раскрывает потенциал. Понимаешь? Помогает ставить цели грамотно и контролирует их достижения в моменте времени. То есть, мы же люди ленивые. Проспал, не сделал. А тренер, да, тебя… Плюс у тебя есть психологические какие-то вопросы. Не уверен в себе. Что-то еще. Да, вот если посмотреть все фильмы наши, даже советские. Давай возьмем последние. И там про те же спортивные команды. Посмотри, тренер какую роль играет огромную. Там вывести из стресса человека. Да, ввести его там в нормальный вектор развития. Вот. Поэтому, когда я занимался политтехнологиями, у нас очень часто вставал вопрос, что мы с клиентом не можем найти общий язык. То есть, клиент попадает в психологическое состояние там кандидата. Он начинает истерить. И мы его не можем вывести из этой составляющей. Потом, значит, чтобы тебе быстро… Что такое выбор? Это тебе быстро сбежали специалисты с разных областей, иногда не знающих друг друга. И, значит, побежали делать работу. То есть, их нужно между собой как-то помирить, подружить. Они должны коммуницировать. И я понял, что тех знаний, которые у нас есть, не хватает. И с этим может справиться только тренер. И поэтому я стал повышать свою компетенцию тренерскую. Вот зачем мне надо быть тренером. Потом я эту тренерскую историю стал применять на бизнесе. Потом, когда я стал это применять на бизнесе, люди увидели, что это работает, стали приглашать меня как спикера. Я хочу сказать, спикер выступать на сцене – это очень страшно. Ты выходишь, у тебя пересыхает во рту, ты теряешь мысли. У тебя где-то есть провокаторы в зале. То есть, потом, дальше, когда я развелся, оказывается, есть какая-то там групповая динамика, что ей нужно управлять. И, значит, я стал себя здесь скиллы свои прокачивать. И таким образом я стал предприниматель, тренер, коуч, спикер. И вот я уже с таким набором приехал в Омск. И, значит, здесь мы поняли, что, как бы, есть фонд поддержки предпринимателей. Но у него, про него никто не знает. Бизнес не знает, куда прийти за поддержкой. Значит, мероприятий, связанных, как бы, с повышением квалификации предпринимательства очень мало, крайне мало. Это делают только федеральные какие-то структуры, знаешь, там приезжают федеральные спикеры. Но это всегда дорого, их крайне мало. А самое интересное, что бюджет на это есть. И поэтому мы решили, что бюджет не пролеживал. Мы стали делать мероприятия, брали обратную связь с бизнесом. Какие у них есть боли, что они не могут решить. У нас же нету бизнес-образования, как стать предпринимателем. Вот где такое? Нету, да? Поэтому, но мы какие-то инструменты им давали. Потому что основой все-таки экономики является малое и среднее предпринимательство. Это все равно некий нетворкинг, коммуникации между людьми. Я, кстати, могу сказать, что, может быть, мне так кажется, но что вот у нас там появился бизнес-клуб «Моментум», потом вот девчонки у нас собрались, забыл, как название там. А в бизнес-клуб это благодаря вот нашей вот этой первой такой энергии, толчка. И потом ребята посмотрели, что это классно, можно так усиливаться. Вот они собрались в клубы, это классно, в свои. И они усиливаются. Я вот, кстати, был недавно приглашен на шестилетие клуба «Моментум». Они молодцы, растут, классно, классно. Вот поэтому у меня в этом был опыт и компетенции. Но я не знаю, вот, Вась, скажи, ты здесь житель. Вообще разница была между тем, как коммуникация была с предпринимателями до нашего приезда и во время. Я следил за твоей работой, мне понравилось, что ты придал новый стимул и энергию агентству развития инвестиций. Ты сам по себе очень энергичный человек, ты зарядил это всем. Бизнес-молодость стала приезжать. Все равно, даже если это не имеет конкретный выхлоп в новых рабочих местах, в открытом бизнесе, людей собрать, поговорить с ними, чтобы они между собой общались, чтобы горизонтальные связи в омском бизнес-сообществе развивались, это большое дело. Потому что в областном союзе предприниматели это большая, очень уважаемая организация, но она, видимо, уже закостенела и молодых туда не брали. Там был сложившийся костяк. Те имена, которые мы все знаем, которые с начала 90-х там начинали строить свой бизнес. Ну, я еще, знаешь, о чем хотел тебя спросить? Ты, как бизнес-тренер, следишь за тем, что происходит в отрасли в целом? Вот эта атака на Аяза, на Блиновскую, на Лерчика. Как ты к этому относишься? Вот все эти дела по невыплате налогов. Или это только формальный повод, что пришли за блогерами, за тренерами? Слушай, ну я могу высказать только, ну понятно, свое мнение субъективное. Я до конца не знаю. Но вот смотри, как я размышляю. Ну вот есть рынок. На бизнес-образование России, кроме MBA в свое время и каких-то университетов, институтов, техников, училищ больше ничего не было. Предприниматель рос. Ребята, значит, тоже начинающие предприниматели понимали, что не хватает знаний. Ездили в Америку, получали там знания. Как раз-таки там были обучающие там всякие там Тони Робинсоны и всякие там Ицках Адизис. Ну их там много-много. Они там проходили обучение. И это везли в Россию, упаковывали и продавали. И люди шли. Я тебе хочу сказать, я ради спортивного интереса покупал обучение бизнес-молодости в свое время. Просто смотрел. Это шикарный материал. Я тебе даже хочу сказать, что сейчас вот наши все там гуру, давай на всякий случай не буду их называть, но они используют даже слайды целиком. Берут у ребят и даже не стесняются их перелопатить. Значит, они их целиком используют. Понимаешь? То есть они говорят там, эти инфо-цыгане, значит, плохие ребята. Вот смотрите на нас. И тут же слайд показывают, который они прям там взяли один в один. Понимаешь? Ну как бы... Поэтому самое, что интересно, я тебе хочу сказать, что у того же АЯЗа у него есть лицензия на ведение образовательской деятельности. Я думаю, что ребят сгубило. Конечно же, это большие обороты. И, наверное, они что-то там мудрили с налогами. Но как сами образовательные процессы, я хочу сказать... Я даже ради интереса покупал марафон Блиновской. Я тебе хочу сказать, это классный марафон. Это не воздух? Ты читаешь гороскоп, да? И, значит, потом он у тебя начинает сбываться. Проведено кучу экспериментов. Кучу. То есть дают человеку, группе людей, дают, значит, не их гороскопа. Там от балды написано. И потом за ними следят. У них начинает сбываться. Этот принцип называется самосбывающееся пророчество. В психологии можете посмотреть. Это официальная информация. У психотерапевтов с медицинским образованием. Это самосбывающееся пророчество. Теперь, значит, что мы говорим? Что такое аффирмация или, значит, медитация? Это что такое? Ты программируешь себя на что-то положительное. Я богатый человек. У меня все хорошо. Я здоровый. Я энергичный. То есть ты погружаешь под музыку свое состояние в полутрансовое. У тебя мозг уходит в дефолт состояние. И ты его программируешь. Что получается? Получается самосбывающееся пророчество. То есть ты, когда себя настроил, что у меня все хорошо. Тут меня взяли на работу. Тут меня похвалили. Тут меня повысили зарплату. Оно начинает сбываться. Еще почему ученые тоже заметили, что наш мозг в основном информацию берет из оперативной памяти. Вот сейчас я тебе такой пример скажу. Ты замечал, что ты хочешь, не знаю, купить себе красную машину, потому что ее нет ни у кого. Купил красную машину, потом видишь, она у всех красная. Или там у тебя беременная жена. И ты замечаешь вокруг все женщины беременные. Замечал такую историю? Потому что мозг работает с оперативной памятью, с тем участком, о котором ты подумал. Поэтому, когда тебе Блиновская, значит, в своей аффирмации говорит, ты богатый человек, у тебя твои желания сбудутся, загадай свое желание. Ты его проиграл в голове. У тебя мозг начинает с этим работать. У тебя включается самосбывающееся пророчество. Пророчество. Это чистая психология. Кстати, у Блиновской есть диплом по психологии. Но она тоже погорела на больших объемах, на налогах. И ты знаешь, я вот сколько... Да, Блиновская, она там аферистка, инфо-сыганка. Я говорю, ты покупал ее марафон? Нет. Еще там... Ее ругают те, кто ни разу не... Шикарные аффирмации. У меня даже есть скачанные. Шикарные. Молодец. С ней работали профессионалы, продюсеры. Музыка подобрана. Слова, тембр. Молодец. Ну, видимо, на налогах погорела. Кстати, может быть, предвосхищу твой вопрос. Почему-то он мне сейчас в голову пришел. Часто говорят. Слушай, ну, ты тренер, там, бизнес-тренер. Там, у тебя бизнеса там нет. Или там, неуспешный бизнес. Или там, ты их все закрыл. Как ты можешь быть тренером? Далеко. Ну, подожди. Оперирующий хирург. Он что, на себе операции делал? Или что? Хорошо. Учитель МБА. Учил всех зарубежных миллиардеров. Он что? Он профессор. У него нет никакого своего бизнеса. Как он учит бизнесу? Рокфеллеры. Вопрос? Вопрос. Хорошо. Давай ниже пойдем. Я тут ради интереса залез. Тарасов. Знаменитый тренер хоккейной нашей команды. Он не был классным игроком в хоккей. И тем более прославленным. Он вообще в начале своей карьеры играл в футбол. И немножечко играл в хоккей, в мяч. Потом он ушел на войну. Потом вернулся и стал. Так как он обучился на тренера. Да, значит, в университете физкультуры и спорта. Он был тренером. Как так? Хорошо. Давай возьмем его дочь Тарасову. Она что? Фигурное катание? Нет. А ради интереса я еще посмотрел. У нас тренер, по-моему, Покровская. Это которая знаменитейший тренер нашей команды по синхронному плаванию. Она даже плавать не умеет. Камон. И как? Да потому что она тренер, коуч, которая обладает способностью раскрывать потенциал. То есть она смотрит на человека, задавая ему вопросы, общаясь с ним. Она понимает, где он просел. Дома проблемы. Там что-то не уверен в себе. Подтянуть его. Где-то кнутом. Где-то пряником. Понимаешь? Вот поэтому тренер нам всем нужен. И поэтому вот еще раз рекомендую подумать и бизнесменам, и нам просто людям. Задать вопрос, а почему у спортсменов есть тренер, а у нас нет? Интересненькое кино. И вот как бы эту идею помотать все в голове. Поэтому у нас востребованность и рост коучинга в стране растет. Причем могу сказать, что коучинг это не психология. Это вот больше тренерская. Это на стыке. У коучинга не должно быть психологического образования. Возвращаясь в 2018 год. Как ты решил стать коучем для Омска в рамках президентской кампании и губернаторских выборов 2018 года? Как надо было изменить мир ощущения? Омичи, чтобы они поверили и больше отдали голосов за Владимира Владимировича Путина, а затем за Александра Леонидовича Буркова. Слушай, Вась, ну на самом деле выборная кампания, это как управление предприятием. Мы же уже обсуждали, что делается соцопрос, выявляются слабые места. Как обычно там свод-анализ, пишется стратегия кампании. То есть это некое целеполагание, что нужно изменить для того, чтобы люди поверили, чтобы реально это потом воплотить, сделать. Потом под эти задачи подбираются компетентные исполнители. И вот это все, весь пазл собирается и потом воплощается, то есть ставятся задачи, контролируются исполнения, корректируются, опять социология, обратная связь. То есть это очень такая простая на самом деле бизнес-задача. Что касается губернаторских выборов, был сильный ход, кандидата поддержал Омский обком КПРФ, Бурков стал консолидирующей фигурой, его поддержали три парламентские партии и только ЛДПР выставила своего кандидата. И был достигнут рекордный результат, которого не было даже у Полежаева в его самые авторитарные годы. Все думали, что у него были такие кузбасские проценты, как у Амана Тулеева, за 80, за 90, а он ведь 80 никогда не набирал, Полежаев, если посмотреть историю. И самый высокий результат у Буркова в 2018 году 82 с небольшим процентом, почти 83. Как договаривались с коммунистами изнутри, ты можешь рассказать? Нет, наверное, я не могу, все-таки это такая профессиональная, это, знаешь, как медицинская тайна. Но я могу сказать, Вася, это вот все про цели полагания. То есть, вот мы сели командой, как мы видим, как мы хотим, значит, что для этого нужно сделать. Цель была рекордный результат? Был, да. И именно консолидировать общество разрознение? Ну, мы хотели результат и думали, значит, как его достичь, и, значит, наши модели мы проигрывали. И, конечно, мы пришли к выводу, что нам нужно действовать в такой конфигурации. Я уже понял, почему попали так в МИЧИ, ты говоришь, изучала социология, и свод, анализ данных был. Но насколько надо было почувствовать МИЧа, чтобы сделать лозунгом компании, сделаем Омскую область снова сильной. У целого региона, у двухмиллионного населения была тоска по утраченному величию советскому. Когда мы были в пятерке лучших в СССР по промышленному потенциалу, по качеству жизни. Это, я помню, я просто увидел плакаты Буркова с этим лозунгом. Это в меня, хотя я человек искушенный, я понимал, что это калька с трамповской компанией, «Сделаем Америку снова великой, make America great again». Я понимал, что это отсылка к лозунгу Рейгана 80-х годов, make America great. «Сделаем Омскую область снова сильной». Казалось бы, просто, но насколько оказалось мощным посылом. И попала в МИЧИ. Слушай, на самом деле, мы с тобой говорим про политтехнологии. Тем круче политтехнолог, чем он умеет работать с информацией, брать запрос от людей. Что они хотят изменить, почувствовать и грамотно это упаковать и выдать. Я могу сказать, что у нас, я считаю, в команде величайший идеолог Олег Заремба. И вот там ранее о компании мы обсуждали, он там везде принимал участие. Олег – это просто гуру. Он просто настолько эмпатичный. Это такое, знаешь, внимательное, активное слушание. То есть, надо людей услышать. Подожди, вот ты важные вещи скажешь. Я хочу зафиксировать. Я правильно понимаю, что ты сторонник той теории, что нельзя шаблонные решения, то, что работает в одном регионе, применять к другому региону. Что есть всегда региональная своя специфика местная, ее нужно учитывать. Вот эти технократические вещи сейчас модные. Когда все серые, все похожие кандидаты друг на друга, все по одной методичке работают. Я правильно понимаю, что ты не считаешь этот подход правильным? Что нужно учитывать именно то, куда ты приехал и пропитаться особенностью местности. Да, обязательно. Когда политтехнолог приезжает на место, если он хочет сделать хороший результат, хороший результат, он должен попасть в ожидания людей, ну и потом не обмануть эти ожидания, а потом их осуществить. Конечно, если после себя хоть трава не расти, можно обещать, снять с людей запрос. А здесь у тебя впервые было так, что проект закончен, но ты остаешься жить на территории, и ты должен воплощать то, что ты пообещал в рамках компании. Слушай, да я на самом деле, и несмотря на то, что я переезжий, я остаюсь жить в Омске. И я честно могу сказать, что амичи в то время, я их много переубеждал, что они зря так отрицательно относятся к Омску, потому что он даже в то время, в 17-м году, был один из лучших городов, миллионников в нашей стране. Вот я приехал с Волгограда, не в обиду Волгограду. Но мы привыкли, что мы где-то с Волгоградом на одном уровне. Ну, Омск даже в том состоянии был на порядок выше, лучше. Поэтому надо гордиться Омском. Ну, слушай, я так понимаю, тут были предпосылки, вот эти вечные войны города. Две информационные войны. Да, и поэтому, значит, там вот это информ-поле подиспортили. Слушай, ну, мне кажется, сейчас амичи, ну, как бы, вот я иду, они вот идут по скверу Дзержинского, я вижу, кайфуют, гуляют. Ну, давай откровенно, город изменился. Да, конечно. И даже и нефты, и даже там, ну, понятно, все быстро невозможно сделать. Понятно, там, как бы, страна у нас такая, ну, как бы, надо бюджетики считать, бюджетики копейки к копейке. Ну, я считаю, Омск очень хорошо рванул, как и вся страна. Как и вся страна. Вот эти нацпроекты, вообще класс, класс, они пошли. Давай дальше по твоему профессиональному пути. 21-й год. Ты пошел в познание мяча еще больше вглубь. Поехал в сельскую местность, 141-й избирательный округ. Ты мне тут все тачишь в выборы. Ты мне все в выборы... Не знаю, давай про женщину, что все в выборы, выборы. Кандидатом стала женщина. Оксана Николаевна Фадина, мэр города, которого... Ну, слышали что-то на севере про мэра Омска, но в целом не знают. И вам опять выпала очень сложная задача. Первая задача была там депрессивный Омск, как-то более-менее поправили историю. Теперь вы едете на выжженную территорию 141-й округ, где практически предыдущего кандидата арестовали, отобрали бизнес, компаньона бизнес-партнера многолетнего на 20 лет посадили. И люди разочаровались в партии, от которой шел этот кандидат. И кандидат этот два срока там отработал. И вы тоже должны были вернуть доверие людей и к партии, и к кандидату, которого не знали на этой территории. Расскажи, как выстраивалась эта работа, когда вы поехали по северу, тоже очень депрессивные территории. Слушай, ну, так если прям погружаться, мы тут с тобой можем еще один подкаст записать, может даже несколько. Давай я попробую как-то укрупненно. На самом деле мы сейчас будем с тобой топтаться все вокруг одного и того же. Смотри. Ну, мы посмотрели грамотно на сильные стороны Оксаны Николаевны. Плюс мы же это решение знали немножечко заранее, поэтому мы здесь ее еще подкрепили. Значит, ну и грамотно прописали стратегию, посмотрели на риски. То есть, что такое написание стратегии избирательной компании? То есть, это вот как в бизнесе написать грамотный, не знаю, там сделать свод-анализ и написать смарт-план, там, понимаешь. Есть еще более извращенные там целеполагания. То есть, это стратегия, где все прописано. Риски. Некие дорожные карты, что мы будем делать, если так, а если так, а если так. У вас есть как планов было запасных в том числе? Да, конечно. Но это управление рисками, в том числе политтехнологии. Но я могу сказать, самое главное, это, во-первых, услышать запрос людей, раз. И два, используя правильные технологии, каналы распространения людям, донести нашу программу действий. То есть, что мы хотим. Вы отстраивались от предшественника Андрея Глушко, который был до этого на 141 округе избран? Слушай, да, мы просто как бы его не вспоминали. Не вспоминали. Мы просто его не вспоминали. Слушай, есть очень классная технология не реагировать, знаешь, там, оппоненты... Немножко страусом быть. Игнорировать само пройдет. Как бы собаки лают, караван идет. Знаешь, как бы мы крупным... Это, кстати, тоже элемент политтехнологии. То есть, мы не обращаем внимания на вот это тяф-тяф-тяф. Мы едем. Мы машина. Мы этим уже показываем, что мы машина, и мы едем. Люди невербально нам начинают доверять. Понимаешь? Ну и плюс, слушай, ну мы сделали классную программу, и Оксана Николаевна реально достойный кандидат. И причем она достойный кандидат, которому верят на невербальном уровне. То есть, ей есть задание. Женщина-лидер, да, сильная. Но не в обиду будет Оксана Николаевна не сказано. Это сильный экономист, бухгалтер, не публичный политик. А вы повезли ее по районам большое количество встреч с населением. Если еще, ладно, в большеречии ее знали, потому что это ее малая родина, но условно устишим Тара не публичному политику, как вы прокачивали ее навыки публичных выступлений. Или не требовалось этого. Чтобы она не свалилась в то, чтобы сыпать цифрами, когда людям надо было поговорить об их проблемах. Слушай, Оксана Николаевна на самом деле как кандидат, очень хороший кандидат, и нам повезло с ней поработать. То есть, она, как сказать, слышит советы, работает над собой. Я могу сказать, кстати, у нее опыт выступления был, пусть не очень большой, она же преподаватель. Она преподавала, как бы багаж у нее был, знания. А в районах эти встречи готовились? Вопросы были заранее согласны? Я думаю, что нет, там много было и не подготовлено. Нет, слушай, на самом деле, как это происходит? Оксане Николаевне мы пишем некий скрипт. Конечно, мы показываем социологию. Как ее люди воспринимают? Какие у людей запросы? Вопросы, там, вода, земля, мусорная реформа, рабочие места, медицина. То есть, мы готовим. Причем по каждой территории конкретный срез. Что там? И мы не ехали с той историей, знаешь, как обещая невыполнимое, популистический популизм. Нет, мы не обещали, все построим, все сделаем. Знаешь, правой рукой, левой рукой из рукавов все полетело. Нет, поэтому Оксана Николаевна, она очень справедливо говорила, с этим вопросом разберемся. Здесь записала. Плюс с собой мы брали, где было возможно, значит, людей, там, тех же депутатов в ЗАГС-собрании, которые на территории уже, там, немножечко уже имели свой авторитет и знали территорию. То есть, они за нас внесли поручительство, да, там, тот же, там, Варнавский, там, на своем 16-м авторитет. Он с нами ездил и, как бы, оказывал поддержку Оксане Николаевне. Ну, то есть, это вот такие вещи. Но, на самом деле, я могу сказать, все, что Оксана Николаевна пообещала, мы это все упаковали. Красиво у нас была карта обещаний. Мы это людям раздали, карту обещаний. И Оксана Николаевна эту карту обещаний, я знаю, выполняет сейчас будущее. Мы, кстати, сегодня она мне звонила, мы с ней имели беседу, разговаривали. Она эту карту обещаний, она выполняет. То есть, и она донимает и Виталия Павловича Хоценко, и, значит, добивает Артемова, там, значит, чтобы и Министерство в отдельности. Она очень пробивная женщина. Она очень пробивная, да. Поэтому нам с ней повезло, было достаточно легко работать. То есть, мы просто с нашим опытом немножечко ее упаковали. И, значит, то есть, у нас, понимаешь, не Г надо было упаковывать в красивую конфетку, а мы взяли вкусную конфету, классную. Еще упаковали очень красивую. И поэтому у нас был хороший результат. И, кстати, мы же вышли из Красного Пояса по территории, где... Из Красного Пояса мы вышли на Гурсовете уже в 22-м году. Но в Советском округе, который входил в 141-й, мы коммунистов, я вот сейчас могу немножечко подзабыть, по-моему, на 1% мы их обогнали. Господь Пугачева, по-моему. Да, 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 мы на 1% коммунистов, по-моему. Там был хороший результат. И Оксана Николаевна достойно коммунистов. А коммунисты были сильным противником, достойным. И нам пришлось попотеть, могу сказать. Ну, Омский обком окончательно хлопнули крышку, гвоздь последний в крышку этого гроба был заколочен на Гурсовете, когда всего один кандидат от КПРФ прошел в городской совет. 40 кандидатов, ты был начальником штаба, новая схема выборов, одномандатная круга, нет партийных списков. Какие здесь были особенности? Слушай, ну, во-первых, мы строили некую матрешку, да, то есть, у нас там, условно, там, губернатор, команда губернатора и президента, депутаты ИГД, и потом депутаты, значит, горсовета, да. То есть, мы строили некую матрешку. Конечно, здесь мы уже пользовались рейтингом и губернатора, и мы пользовались рейтингом и наших депутатов. Высшего уровня, и вовлекали их в работу, они с нами ездили по территории. Слушай, все ножками, ходили ножками. И наш принцип... ОДД работает до сих пор от двери к двери. Слушай, у нас депутаты протопали, значит, каждый свой двор реально протопали ножками. То есть, у нас был специальный отдел, который мониторил и контролировал. Значит, нам кандидаты давали график своих встреч с населением, и мы их контролировали, чтобы они туда ходили, фото-видео-отчет. Вот мы их подкрепляли, значит, и мы даже уговорили губернатора. И он ездил, значит, с нашими депутатами за ручку, понимаешь? То есть, такую мы работу колоссальную провели. Я изнутри знаю, что были непростые кандидаты, которые сам себе технолог. Который не слушает твоих рекомендаций, не ходит, не делает. Ну, слава богу, они все равно прошли. Как с такими работать, которые сам себе технолог? Вот здесь нужен куч. Здесь нужен куч. Слушай, ну, на самом деле, вот вы можете все книги прочитать про выборы и пообщаться с политтехнологами, с политическими консультантами. Кстати, это не одно и то же. Они вам скажут, что 80% работы политтехнолога – это работа с кандидатом и, значит, с командой. То есть, и только 20% – это реально технологии, какие-то действия на земле. То есть, мы 80% занимаемся, значит, раскрытием потенциалов и сниманием, значит, тревожности там и всего прочего. Потому что все говорят, что это невозможно, это у нас работать не будет, я этого делать не буду, я туда не пойду. Я сколько выборов сделал, в 94-м работал и сейчас сработал. Да, 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 понимаешь, поэтому, конечно, были у нас такие кандидаты, но мы с ними, на самом деле, договорились, они делали и свою программу, и нашу программу. И у них, кстати, результаты было видно, что у них была двойная работа. Слушай, хорошо, мы отработали, на самом деле, это же такая большая работа. Это и, значит, согласование АПМ-ок, это и с чем скрипты написания, с чем идем в люди. И, конечно, много нерешенных вопросов, нерешаемых, и что с ними делать. У тебя, по сути, получается 40 Оксаны Николаевны. 40 Оксаны Николаевны, да. Насколько я помню, мы выпустили 286 комплектов агитационно-пропагандистского материала. 286. То есть у нас там дизайнеры с ума сошли, и райтеры, и журналисты. Аж всех надо проинтервировать, все записать, согласовать. Результат того стоил, когда КПРФ получает только один мандат, и остальное все команда губернатора, и все, Омск официально выходит из красного пояса. Давай предсказания для самого себя, те предсказания, которые сбываются, о которых ты говорил. Максим Ростов через 5 лет. Где он? Чем занимается? И такое же предсказание я попрошу тебя сделать для Омска и Омской области. Слушай, ну я думаю, что Максим Ростов по-прежнему политтехнолог, через запятую тренер, бизнес-коуч. Хороший человек. Смотрите меня в ютубах, в соцсетях, подписывайтесь на мои соцсети, кстати. Пока я живу в Омске, не знаю, где буду через 5 лет, может быть, куда-то перееду. Но в Омске мне очень нравится. Омской области и команде, которая сейчас работает, значит, губернатору, его команде, мэру. Ну что, я вижу через 5 лет процветающий Омск, еще больше общественных пространств, растущие бюджеты, много мероприятий. Вот слушай, ну я ходил на День молодежи, ну круто же, я был на этом концерте. Омску только процветание и желая мечам менять свое сознание и делать самосбывающееся пророчество, верить в Омск и себе желать только положительного. И Омску в том числе и в соцсетях, вот это вот не ныть, не быть нытиком, надо быть оптимистом. Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что мы беседовали с политтехнологом, менеджером, коучем Максимом Ростовым о жизни, о выборах. Подписывайтесь на социальные сети Максима, он пишет много чего интересного. До скорой встречи, увидимся, пока. Я хороший мастер, я хороший тренер. Кстати, могу сказать, я много кто называет тренерами, я дипломированный тренер, у меня есть диплом, это раз. Больше хочу сказать, что я сейчас готовлюсь к экзаменам, у нас есть международная система ICF, коучи, я вот сейчас готовлюсь к экзаменам, буду сдавать. А еще больше хочу сказать, это вот тем диванным критикам, которые в комментариях будут писать, развелось вот этих коучей, шарлатанов, инфоцыган, что в мае месяце, значит, в профессиональную квалификацию, в государственный реестр внесена 6-7 квалификация, 4 бизнес-коуч, коуч руководителей высшего звена, коуч бизнес-команд и карьерный коуч.